Всем привет! В эфире Универ Ньюс, студии Валерия Муратова. Итак, сегодня в выпуске. Подлинник редкой книги найден в КФУ. Материалы будущего для медицины разрабатываются в Казанском университете. В КФУ состоится Конгресс антропологов и этнологов России. В отделе рукописей редких книг библиотеки имени Лобачевского КФУ найден оригинал редкой книги. Подробнее об этом в нашем сюжете. В отделе рукописей редких книг библиотеки имени Лобачевского Казанского федерального университета научные сотрудники из Государственного заповедника Музея Абая обнаружили оригинал произведения «Кодекс для простых казахов» Абая Кунанбаева. Это такой делопроизводственный документ. Собственно, своего рода резолюция, то есть решение съезда народных представителей Кормалы в Семипалатинской области, которую в 1885 году они приняли. В бумаге «Кодекса для простых казахов» более 133 лет, а ее автор является основоположником и классиком казахской письменной литературы. Вышла она именно в типографии императорского казанского университета уже в 1886 году, то есть в течение полугода решалась вопрос о том, чтобы ее издали. И вот Абай Кунанбаев указан здесь с довольно большим продолжительным титулом и указанием его предков до седьмого колена. То есть это, конечно же, показатель того, что это был очень уважаемый, очень авторитетный деятель. Научным работникам из Казахстана позволили снять с документа копию, и кодекс отправился в Государственный историко-культурный музей-заповедник Абая. До этого в Казахстане не видели оригинал произведения. Он написан на тюркско-татарском языке 19 века арабской графикой. Гости также сняли копии из других документов, связанных с казахскими деятелями. Также казахстанские исследователи подарили отделу рукописей редких книг издание произведения Абая Кунанбаева на английском языке. Отдел рукописей редких книг является центром по обеспечению доступа и изучению коллекции книжных памятников, состоящий из восточных, русских и западноевропейских рукописей редких книг. За 200-летнюю историю было собрано уникальное собрание книжных памятников, представляющее собой часть письменного наследия народов мира. В библиотеку имени Лобачевского КФУ регулярно приезжают казахстанские исследователи из музеев, университетов и Академии наук и национальных библиотек Казахстана. Артем Тупичкин, Ленар Довлетиаров, Универньюз. В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ прошло очередное заседание дискуссионного клуба. На этот раз темой для обсуждения стал недавно снятый мини-сериал, посвященный аварии на Чернобыльской АЭС. В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ прошло очередное заседание дискуссионного клуба. На этот раз темой для обсуждения стал мини-сериал, посвященный аварии на Чернобыльской АЭС, снятый американским телеканалом HBO совместно с британской телесетью Sky. Чен-фильм, наверное, самое ценное в нем, на мой взгляд, он, по крайней мере, показал, что люди не представляли эту опасность и не знали, что делать. И когда ты знаешь, какую опасность представляет тот или иной объект, ты понимаешь, что и как надо поступать. Участниками дискуссии стали живущие в Казани ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, а также технологи и эксперты по безопасности на промышленных предприятиях. Так как Татарстан является промышленно развитым регионом, в нем сконцентрированы различные производства, среди них немало и опасных. Если бы на одном из таких случилась авария, то по масштабам она не уступала бы Чернобыльской. Я понимаю, я прекрасно понимаю и даже понимая потенциальную опасность очень многих предприятий, потенциальную опасность. Но говорить о том, что у нас есть все предпосылки для Чернобыля в Татарстане, я думаю, что это очень такое сверхсмелое заявление. Лилия Талипова, Ленардов Литяров, Универньюс. Магистрант Института Физики КФУ разрабатывает материалы нового поколения для медицины. Подробности узнаете в следующем сюжете. Магистрант Института Физики Казанского Федерального Университета Фадис Мурсаханов исследует биосовместимые материалы гидроксиапатит и трикальцийфосфат с примесью ионов марганца. Исследования молодого радиофизика нацелены на создание биоматериалов с заданными физико-химическими свойствами. Магистровская работа уже заключается в применении всех возможностей данного спектрометра. Это стационарный импульсный режим, низкочастотный, высокочастотный диапазон. Также данный спектрометр позволяет проводить эксперименты по импульсному двойному электронно-ядерному резонансу. Это очень достаточно сложный метод, но с помощью этой установки можно получить уникальную информацию о локальном окружении центра, который внедрен в структуру. В данном случае центр – это марганец, а структура – это образцы гидроксиапатита и трикальцийфосфат. Из материалов будущего планируется изготавливать импланты для замены поврежденных участков костной ткани, а также с их помощью стимулировать остеорегенеративные свойства живой ткани. Отдельно гидроксиапатит и трикальцийфосфат уже применяются в медицине достаточно давно. Но все равно есть ограничения, то есть, как уже писали, это иммунное отторжение, низкая скорость биорезорции. Имплант со временем должен растворяться, и он не должен отставать от того времени, когда заживает кость. То есть заживает кость, имплант растворяется, это должно быть синхронно. В общем, если говорить простыми словами, это все можно регулировать и контролировать добавлением различных примесей. В данной лаборатории это не только марганец, мы еще исследуем фосфаты кальция с примесями железа, алюминия, марганца, в том числе меди. Фадису Мурзаханову удалось не только обнаружить, но и точно определить локализации марганца в кристаллической структуре гидроксиапатита и трикальцийфосфата при очень низких концентрациях. С медицинской точки зрения данная информация очень важна, так как в зависимости от позиции двухвалентного марганца изученные биоматериалы могут обладать принципиально разными свойствами. Такие значимые результаты для медицины, для биологии были достигнуты благодаря данной установке, ЭПР-установке. В данной комплектации в России всего 2-3 работающие, в Европе порядка не более двух десятков, это точно. И поэтому, применяя такие передовые установки, удается получить такие хорошие результаты. Валерия Муратова, Виолетта Басова, Универньюс. Совсем скоро в КФУ пройдет Конгресс антропологов и этнологов. Участники приедут из различных регионов России, из зарубежных стран. Подробности смотрите в сюжете. Казанский федеральный университет примет у себя 13-й международный конгресс антропологов и этнологов. Он пройдет со 2 по 6 июля. Казань для проведения конгресса была выбрана не случайно. Казань имеет богатые этнографические традиции. У нас, собственно, мы можем говорить, этнографическая школа. Мы одни, вернее, из первых в России выстроили учебный процесс. Бакалавриат, магистратура, аспирантура, докторантура, диссерционный совет. Вот все эти ступени образования у нас в Казанском университете выстроены. В стенах университета соберутся отечественные и зарубежные исследователи, эксперты в области антропологии, этнологии и межнациональных отношений. Планируется порядка тысячи участников со всей России, а также из ближнего и дальнего зарубежья. Тема конгресса – это система родства и коммуникации у народов мира. Но помимо этой темы, естественно, что в рамках такого крупного мероприятия научного будут обсуждаться и ряд других тем, так или иначе связанные как с традиционной культурой народов мира, так и с современным состоянием. КФУ проведет конгресс совместно с Ассоциацией антропологов и этнологов России, Институтом истории Мэрджани, Институтом этнологии и антропологии Миклуха Маклая и при поддержке правительства Республики Татарстан. В рамках конгресса будет работать 66 секций, круглых столов и симпозиумов. Анна Глазунова, Александр Юдин, Универньюз. В Елабужском институте КФУ состоялось торжественное открытие интеллектуально-здоровительного лагеря «Интеллета». О нем наш следующий сюжет. Десятая юбилейная смена интеллектуально-здоровительного лагеря «Интеллета» начала свою работу 12 июня. Маленькие исследователи и их родители отправились в путешествие во времени и познакомились с культурой разных стран. Преподавателями вуза подготовлена обширная научная программа по различным дисциплинам, а вожатыми и студентами Елабужского института КФУ ежедневно организуются интересные отрядные мероприятия. Очень интересные уроки. Физика, например, нам показывает разные опыты. Робототехника мы собираем в своих роботах. Я уже сюда третий год пошел, и в последний день, как всегда, очень будет грустно уходить, потому что привыкаешь друг к другу, и очень тяжело будет уходить. Впереди у ребят множество ярких впечатлений, интересных мастер-классов и солнечных дней. Сирена Иванова, Айдар Нурмеев, Камиль Гемоздинов, Универньюз. На этом наш выпуск подошел к концу. Еще увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова